Идею принять участие в конкурсе «Энергия и среда обитания» Льву подсказала мама. Преподаватель географии лицея номер 15, победитель конкурса «Учитель года 2019» Наталья Цветкова. За плечами у начинающего изобретателя уже есть несколько успешных проектов в области экологии. От систем автополива растений до гроубоксов, в которых с помощью регулировки микроклимата можно выращивать различные культуры. Поэтому Лев не стал долго раскачиваться и вскоре ухватился за мысль. А что если превратить бесполезный мусор в ресурс для 3D-печати? Через несколько недель проект был готов. Его основная суть – это переработка обычных пластиковых бутыл, которые, грубо говоря, у нас под ногами валяются, которые мы выбрасываем. И из них можно делать пруток для печати потом на 3D-принтере. Из этого прутка можно изготавливать практически все, что угодно. 3D-печатать сейчас очень сильно развивается. В принципе, все, что угодно – это какие-то шестерни, модельки. Во время пандемии энтузиасты на 3D-принтерах печатали детали для аппаратов EWL. Проект, который принес Леву Победу, включает в себя рабочий макет, сам станок и сопроводительную документацию, в которой пошагово описаны процедуры переработки сырья. Сначала на лезвии бутылка превращается в ленту толщиной 10 мм. Дальше эта лента под действием нагревателя, там 225 градусов, она при помощи железного конуса превращается в круглый пруток. И потом уже этот пруток наматывается на катушку. То есть, в принципе, ничего сложного, просто под действием температуры от нагревателя лента от бутылки изменяет свою форму и потом уже наматывается на катушку. То есть, никакого горения нет, открытого огня, не выделяется никакого газов токсичных. Все, в принципе, экологично и можно делать спокойно дома или там у себя в кладовке. В ближайшем будущем Лев Цветков хочет выложить свои идеи в свободный доступ, чтобы его наработками и предложениями смогли воспользоваться все желающие, которые, хочется верить, обязательно найдутся. Даже короткой прогулки по городу достаточно, чтобы понять, работы тут непочатый край. А пока лицеист наслаждается двухнедельными каникулами, которые школьникам подарил глава региона Глеб Никитин. И, конечно, продолжает генерировать идеи для новых проектов. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Продолжение следует.